Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Сегодня второй по счету вебинар. Итак, первый вопрос. Здравствуйте! У меня такой вопрос. В начале прошлого столетия у нас был совхоз. То есть в начале прошлого столетия получается чуть ли не это. Чуть ли не из царских времен. В 50-60-х годах распустили. Ну да, правильно. Ему когда исполнилось 50 лет, конечно, толку от него. И еще добавляем 60-70 лет, правда? Это когда он продолжал дичать. В детстве у человека уже были мелкие с вишней яблони. С вишней. Можно ли их оккультурить? И всегда то как. Значит, только из спортивного интереса можно. Есть такое, я коротко отвечаю. Есть такое понятие, как обрезка на омоложение. Берете, но тут уже нужно пила и ножовка, пила и может быть даже бензопила. Представляю деревья, по которым 50 или 100 лет, ветки толщиной, несущие ветки толщиной с мою ногу и очень сильная обрезка. Потом, значит, например, на две трети отрезается. Или три четверти. На огрызках, на пнях вырастают молодые побеги, покрываются на второй-третий год яблоками. Уже не с вишней, а довольно приличными. Если эта обрезка не убьет деревья, уже старые, можно сказать, пожилые. Вот. И несколько лет поплодоносит и окончательно отзадичает снова. Я это проходил. Вот это и называется оккультуривать. Второй момент. Это просто сад этот забросить, потому что обочинка выделки не стоит. Третий момент, как многие считают, вот я сейчас выкорчу его и посажу новый, потому что в нашей стране земли нет. Поэтому ее не дают. Вот тебе дали, как многие говорили. Да, вот он, старый заброшенный сад. Хозяйнички. Выкорчили или посадили, а она не растет. В лучшем случае вместо семечковых яблони, груши, можно посадить костской культуры под названием сливы, вишни, абрикосы. Так? Вот. И все-таки земля, которой чуть ли не сто лет был сад, она уже практически не годится. Еще для чего он нужен? Торопиться его, если вам такой сад достался. Значит, торопиться нельзя с ним прощаться. Это источник подвоев. Ну, а про подвоев мы сейчас будем говорить. Это как раз сегодняшняя тема. Субтитры сделал DimaTorzok